А ты че там вот так же? Ух ты, етишка тут стали. Ох, красавица, вот он это. Ух ты, блядь, нам достаточно, чтобы прошел один. Ух ты, блядь. Ух ты, блядь. Насеет шесть автомобилей, не валяющие из Кисловодска и пять машин из Краснодара. Они выехали еще вчера и ночевали на Царских воротах. Преодолеваем реку. Именно в этом месте раз было мост, точнее смыло мост. Но даже сейчас, во время дождей, вчера шел дождь, сегодня пока все проходимо. Нормально пробрался. Видите этот автомобильный номер на берегу? У него есть история. Неделю назад при пересечении реки Ховер потерял передний номер. За это время его кто-то нашел и положил на камень. Большое ему спасибо. Я передал номер владельцу. Кстати, рекомендую посмотреть этот очень крутой фильм. Он появится по всплывающей ссылке. И обратите внимание, насколько кардинально поменялась погода всего лишь за одну неделю. Я рад вас всех приветствовать. Вот они нас даровали. Но мы же местные, поэтому мы рано не приезжаем. Здорово. Здорово. Андрей. О, а эта девушка в плащике, это Алинка. Здорово. Ты сама теплая. Да. Фух. О. Не заждался. Заждался. Сегодня идеальная погода для путешествий. Дождь, снег. Просто шикарно. Никто не скажет, что дастеры поднимались по лайту на Хурлакель. Ехали вчера часов в десять. Шел ливень. Сильный всю дорогу. И здесь. И шел всю-всю-всю ночь. Хорошо, что не в палатках спали, а в машинах. В машинах спали. Не замерзли. Было тепло. Машина. А утром пошел снег. Напоминаю, сегодня 21 сентября. И сегодня впервые пошел снег. В этом году. Да, шел снег. Причем очень красиво. Большими хлопьями. И очень много. В покатухе участвуют два дастера. Я вам про них подробнее расскажу. Один УАЗ, одна Нива и два Шевика. Второй Шевик с Арбавира задерживается. Мы, возможно, начнем подъем без него. А он нас догонит. Вчера было все хорошо. И сегодня хорошо, и завтра хорошо, и вообще все хорошо. Вот у нас новые друзья. Так, а ваши впечатления какие-какие? Они наелись. Отличные впечатления. Сразу обратите внимание. Хотел акцентироваться на этом моменте. Вот. Получается мусор. Один мешочек. И вот он второй мешочек. Сразу привязывается. Едет наверх. Учитывая то, что мы собираемся ночевать наверху на Курлакёле. Он едет туда с нами, потом едет назад. И вас призываю тоже к этому. Не оставляйте мусор на местах стоянок и вообще пути. Преодолеваем царские ворота. Дастер пошел первый. Шевик. И часть машин уже, наверное, прошла. Радостные собаки, которые наели шашлыка. Сопровождают колонну. Так, на царских воротах мост сделали. Но здесь мост есть, он в таком состоянии, что лучше по нему не ехать. Ох, красота. Ого. Ого. Шевик чуть-чуть. Дерзит. Красавец. Это часть дороги, к которой мы едем, это даже не бездорожье. Это так. Гравийка, грунтовка. Просто с торчящими камнями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот так и едем. Полный ужас, полная жесть. Вот такие погодные условия. Идеальный для подъема на полосе, идеальный. Только для каната сайта. Другую погоду не стоит. Хе-хе-хей. Наши дружелюбные собаки. Они нас до озера проводят, а мои вы красавчики, а. Пока идут грязевые участки. Для дастеров они не страшны. У них резина МТшка. Кстати, дорога стала гораздо лучше здесь. В резьем участке. Плотненько. Начинаются первые каменючки. Пока еще вполне проходимые. По правой. Ну что, товарищи, до староводы подъема готовы? Готовы. А вы не во воды? Не, не готовы. Не готовы? Тогда оставайтесь здесь. Хорошо. Нечего наверху делать. Первый пошел. По правой развилке. Здесь узкая дорога. Поднимутся все маленькие машинки. А Патриот, скорее всего, пойдет по левой. Шокодастер. Отлично справляется. Прыгает прям здоровски. Крокодастер на ЕСП. Опа. Не хватило. Так, здесь. Надо аккуратно. Оп-оп-оп, зеркало. Так, зеркало спасли. Шокодастер на блокировке лучше прошел. Вовчик на ЕСП прям с трудом. Не, еще рано разложили. Ух. Вот это газовать приходится. Что-то у Вова звон какой-то в колесах там. Патриот решил тоже по этой стороне. Ух ты. И у него засады. Ага. Нифига себе гребет. Вообще не едет. У него передний привод не работает. Он на задке едет. А вот поехал самый лучший внедорожник всех времен и народов. Это лошадь. И по горам, и по грязи, и по скалам, и через реки. Везде пройдет. Так, а нас догоняет еще какой-то патриот. Но это уже не из нашей команды. Шевик пошел. Понижай-ка у Шевика, конечно, лучше. А тут интересные места. Я отвлекся снизу. И не поснимал. Начался момент истины. Серега нас догнал. Похоже, починился. Ну, у тебя номер поломался. Чуть-чуть. Оба-на. А ты что там? Вот так должен. Буквально с легонца. Ну, так, значит, так. Починился. Что было? Ничего не было. На этом, как перед, без переднего привода, как заехал. На лебедке вылетелся. А, ты на лебедке. Так ты сейчас на задке поедешь дальше? На задке дальше поеду. Нифига себе, ты экстремал. Ну, а что делать? Я ж вас не брошу, сейчас у меня. На Патриоте сломался один из хабов. Снять и поменять его в полевых условиях не получилось. В итоге весь путь до озера он проедет на заднем приводе. В общем, текут ручьи. Вовсю. И дождь, и снег. Переобуваемся. Все сапоги обувают, у кого есть. И едем. Первые ударчики. Посмотрим, как Вовчик пройдет. Крокодастер. Отлично. Так, и Шевик не без ударов проходит. Патриот на задке с красивым номером. Тебе, пошла дальше снимать? Или тут... Оп. Шокодастер завис. Красавчик. Проходит. Ну и у вас на пассажок. Подъем продолжается. Распределили обязанности операторов. А собаки не унывают. Они знают, что у нас есть сейчас шашлык, и мы будем жарить вверху на озере. Я думаю, краснодарцы им это сказали. Они им пообещали клятвенно. Проводите нас, будьте проводниками, и мы вас накормим. Ох ты, хорошее место. Сука вроде уверенно идет. Здесь был хорошее место. Проскочил? Ага, нет, не проскочил. Ох, дизель ляк, а? День меет. Продолжение следует. Так, нас догоняет шевик. Пропустить его не можем, но здесь есть развилочка, и ему придется идти по другой траектории, если хочет обогнать. Оказывается, этот шевик с нами был из Армавира, его мы и ждали. Сейчас и познакомились заодно. Пошел первый разведывать левую траекторию. Не надо вот обманывать. Первый пришел, лезь. А он разве здесь лево пошел? Да. А, значит, там уже разведано. Нет, витал куда-то. Да мне тоже кажется, что он справа пошел. А мне не длина. Левая дорога оказалась ничуть не лучше, я бы даже сказал хуже. Дорогу перегородила упавшее дерево. Вот такой огромный пенек и ствол лежит вдоль. В общем, не вариант. Даже ребятка сдернуть, куда ее тянуть. Что делать? Придется идти по правой. Так что шевик разворачивается. Здесь реально сложные условия для разворота. Сзади обрыв с небольшой насыпью. Надеюсь, не упрется. Так, ну вот. Одно из таких серьезных прям мест по пути. Очень красиво проходится. Молоток, Александр. Так. Здесь тоже засадки. Ах ты. Чуть-чуть не хватило разгончика. Ого. Ёшкин бог. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. В камень уперся. Здесь большой камень. Вот он. Раду и руль чуть правее. И в саму пик камня опираешься. Ой-яй-яй. Куда, Вова? Ты прям в камень. Ну что, блин. Ой-яй, Вова. Давай с разгона. Нет, нет, не пойдет так. С нуля есть разгон, а не так не стартанешь. В общем, чтобы не ломать дастер, все-таки подлаживаем сюда камешки. Чтобы был чуть меньше перепад высот. Так, вторая попытка. Давай-давай-давай-давай. Да что ж ты, а? Ай-яй-яй. Сзади колеса деревьерка. Руль справа. Он опять по той же траектории. Он не хочет уходить вправо. Едет влево. Ай-яй-яй-яй. Резина-то как жжет, а. Ай-яй-яй-яй-яй. Как я понял, муфта перегрелась. Очень сильно буксовал. Первый раз муфта перегрелась. Ну, судя по всему. А у тебя выше, да? Ну, у тебя 2ВД загорелась, да, на табло? Да. У меня периодически перегревалась. У меня бензиновый. А у тебя тоже дизель. На дизеле она такая загрублена. Редко перегревается. Не стоит за спиной, да, газанули. крока дастер решил больше не насиловать машину и этот участок пройдет на лебедки ну в принципе для того что проехал дастер или нет нам достаточно чтобы прошел один один прошел значит дастер проезжает ухты как колесо мне вот это он сжет резину а нафигеть и главное без результата на месте все не так не пойму может опять задок отключить некими усилиями но затянули дастер на ровном участке дальше сам у меня сзади блокировка поэтому а у него одно колесо вот тут вывешивали заодно выяснился интересная подробность на шокодастере давление в колесах 1.3 на крокодастере 1.7 возможно даже разница в давлениях сыграла свою роль ухты прям саданулся но прошел хотя такой удар защиты был неплохой мощники черный шевик из армавира самый сложный участок вообще идеально преодолел операторы разбросаны по всей длине а впереди анжелика внизу алинка и я тут по центру снимаю на полноприводные собачки нас не оставляют а теперь заднеприводный патриот даже интересно сможет у кого какие ставки делать и делать и пока не определились ну ну вообще красавец на заднем приводе такое место преодолел кстати вот здесь кажется легче ну тут прямо на машины сносит а вот здесь ему чуть-чуть за ткань не хватило вот так вот хотя это место гораздо легче для дастеров проходится вообще почти не ощутимо так лишние люди покидают корабль ну ладно я хотел как-то красиво сказать но не смог найти это слово круто серёг давай мы тебя толкнем так а там ребята нас догоняют на патрике ну это полноприводный патрик колеса правда небольшие узенькие какая тут наша ух 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 чё ж у меня так не получается а ну-ка 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 ай красавец эй мужчина сейчас будет первый патриот который поднялся на заднем мосту кстати да сегодня у нас два забытия два дастера едут и патриот на заднем мосту ого набрал скорости вот считает снег бегут ручьи в окно повеяло зимой почти так почти регионал на 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 контролирует процесс ух ух красавчик Так, еще один сложный участок. Ой, красавчик, неожиданно. В смысле, ожидаемо. Молоток. Вова, на тебя страна смотрит, повтори подвиг коричневого. Теперь Вова берет эту высоту. Давай, красава. Все, заехал. Молоток. О, Олежек, красавчик. Парни, не стыдите, тут ступенька большая. Ох ты. Вот это саданулся. Ах, чуть-чуть не хватило понижайки. Нормой. Третье засадное место. Шокодастер пошел. Ох, красавец. Как себе домой, а? Красавчик. Шокод красавчик. Вообще, на одном дыхании все подходит. Просто вот как... Что значит блокировка? МТ-шная резина. И хороший лифт. И хорошая погода, понимаете? Да, и погода идеальна, кстати, для подъема. Вот, ну просто... Просто вот. Да, я поднял. Вот это он газует. Ха-ха, жестко. Отличие ЕСП и блокировки. Вот вся разница. Ну, резина разная. Ну, пипец, как мощно скакал. Так, крокодастер дастит. На тросике у нас... Все нормально. Дастер вытащил Дастера. Друг спас друга. И, наконец-то, после третьего... самого сложного места, Вова решил стравить колеса. Решили уравнять шансы. Короче, ребята, 1,7 много для таких дорог. Сейчас будем пробовать 1,1. Эх, ляпота-то какая товарищ. А гляньте, какой снег. 21 сентября. Жизнь только начинается. И, кстати, впереди еще месяц или полтора отличная ось теплой осени. Но мы выбрали идеальные выходные для этого подъема. Нарочно не придумаешь. Подготовленная шнива, этот сложный участок, проходит просто идеально. А вот УАЗ на задней приводе все-таки не справляется. Несколько отчаянных попыток не дают никакого результата. УАЗу приходится разматывать лебедку и выходить на ней. Все, тут уже сам. Духови. Вполне. Деньки. У-у-у. Деньки. 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 Ух ты. Вот это проходил с ударчиками. Деньки. 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 Саня, помнишь, два года назад ты тут оставлял логотипчики с Duster, какие-то визиточки? Да, оставлял, оставлял, вот уже проехал. Несколько штук мы воткнули по пути. Да, и оставили несколько на самом верху. Да, тогда мы не смогли подняться на Duster. Это было зимой, лед, да, нереально, мы были неподготовлены. Дорога интересная. Согласен. И тогда мы просто оставили визиточки, и мы по ним приехали. Именно так. Красавчик. Вот ты прям за всех Duster отдуваешься, молоток. Я скоро с рынок, деньги брать за рекламу. По-любому, по-любому. Контракт заключается. Мешками. Последний подъем, самый тяжелый. Да, четвертый подъем. Я почему-то думал, три сложных участка, их четыре. Да? Ты поднимаешься? Будем стараться. Да. Четвертый каменистый подъем. Весьма-весьма такой колоритный, насыщенный. Для примера проходим на Ниве. С двумя блокировками, с заниженной раздаткой. И на 30 или 31 колесах. Ага, объезжает этот камень. Потому что проехать между колес, пустить просто невероятно. Есть. Ух ты. Молоток. Самый лучший Дастер, который я видел. Как сказал Виталик, зверь. Ай-яй-яй. Хорошо ушел с той траектории. Меня вообще с камнем засандалило справа. Ай-яй-яй-яй-яй. Ух ты, как тут интересно. Хе-хе-хе, да. Серега, тут вообще жестко. Уоу, уоу, уоу. Кода не прошел. Будет попытка номер два. Где-то да, камушки летят. Плесует по камням лебедка. Патриот побоялся объезжать камень слева. Решил, что свалится в обрывку. А заехать на камень не сможет. В итоге, бот снова идет лебедка. Ух ты, чем там брякнулся. Ух ты, етишка, пистолет. Вот это, вот это творится. Я говорю, посмотрите на придурков, вы больше так не делаете. Я думал, глядя на это видео, или это будут последние, первые-последние два дастера на хурле, или все попрут. Два варианта. Короче, вывод пацаны такой, наверное, и пацаны, девчонки. Испи хорошо, но для жесткого бездорожья, наверное, все-таки я прихожу, я просто увидел жесткие блокировки. Вот, а я говорил, Саня... Я увидел, сейчас жопа оттолкает, блин. У меня просто постоянно перебивается, и в таких... Я начинаю ехать, а потом где-то под конец подъема она отрубается. Я знаю еще почему? У тебя же есть, пишет, что за счет торможения колес. У тебя подтормаживают колеса, и нагрузка на муфту как бы больше... Ой, ну да, на муфту больше идет. По грязи вот Испи ништяк, ну по таким дорогам, и без понижайте. Я поэтому думаю, Испин с блокировкой идеальный вариант. Жопа будет толкать хорошо, а Испина переднее колесо будет. Да, это бубо. Есть как бы обратное мнение, ну все. Ну, короче, блок в любом случае рулится. Саня ни разу не остановился. Мы доедем, да, но... Очень тяжело. Очень тяжело. Саня, наверное... Ну, Саня, в принципе, заскочил везде. Да, фига стукнулся раз. Низом, днищем. Нет. Я просто некоторые моменты проиграл. Другой траектории. Да тут такая дорога, что уже особо... На другое заточено, но раза три, наверное. А, ну три, да, такую дорогу-то очень мало. Тут стандартные Нивы по 23 раза бьются. Да, им же кофе. Еще один раз затягиваем Вовчика. Все-таки Испин не рулит на таких подъемах. Только жесткая блокировка. Практика показывает именно это. Это привод 2 ВД. Нет, почти 4. Подключаем и передний. Подготовленный шевик. Нормально. Так, за неприводный у вас... Алга. Ну-ка, ступенечка мощная. Ох, красавица, как он... А, не. Не-не-не-не-не, не хватило за него привода. А так, с лета брал четко. Так, я надеюсь, он обойдет ступенечку все-таки, не будет на нее запрыгивать. Зря, 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 зря. Мусор растрепался во время дороги. Ну, сейчас поправили, перезавязали им все мешки, чтобы не растерять по пути на Хурлакель. Все уплотнили, утоптали. Можно ехать дальше. У нас лебедица не смог пройти этот участок. Да я говорю, ходом на лебедки, блядь. Так, хватит, посмотрим дальше на своем ходом. Это просто невероятно. Что он творит на заднем приводе? Какого не ожидал никто. Эй, 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 эй. Так, у Шевика с первого раза не получилось подняться. Со второго заходит. Ух ты, блин. Прямо ель, давай, жми. Прямо ель. Прямо ель. Кстати, выяснилась интересная подробность, незамеченная мною ранее. Вот это дерево. Как раз перед ним занесло крокодастера. И он упоролся передним бампером в ствол. Ох ты ж ежик. Слушай, как они там? Вообще жестко. Ну, бампер я вам позже покажу. Ну, а сам момент удара, конечно, не увидим. Спереди никто не снимал. Вот это место удара. Вот здесь он приложился. Вот прям стесал. Хорошо, что мы не везу долго долбились. Не могли заехать. Вот он, Хайлюкс. Вот в этой канаве сполз и разбортировал колесо. Было спущено до на единички. Пытался выехать. В общем, бортировали его взрывом. И довольно долго. Так как он только что закончил. И мы там, наверное, внизу минут 40 проколбасились. Да, если аккуратно ехать на МТ-резине, даже вообще не сносит. Патрик застрял на небольшом подъеме. Ну, как застрял? Просто не смог заехать на заднем приводе. Третий из команды Нива у вас. Дефендер. И наш. Дострел. Третий из команды Нива. И УАЗик без меня не заехал. Я УАЗиков на тросу тягал. И Дастер одного тягал. И Дастер одного тягал. А второй Дастер красавчик. Точнее, первый Дастер. Шака Дастер. Вообще красавчик. А у Вова вообще не красавчик? Не. Вова красавчик. Он просто колеса не спустил вовремя. Да. Если бы у него колеса спустил, все было бы шикарно. Ну, шака Дастер вообще ни одной остановки четко зашел. Ни одной пробуксовки все джих и заскочил. Офигеть. Вот такого я не ожидал. Я думал оба Дастера помучаются. А оказался только один тягалчик. Ну, зато было сравнение. Все, мы на озере. Прибыли. Сделали просто невозможное. Дастеры поднялись. Здесь уже отдыхают ребята. Пообщались, поздоровались. Тоже наши реальные покатушники. Соло хантер. А вот там вот озеро. За туманом ничего не видно, но... Сегодня не факт, что посмотрим, но завтра мы точно его рассмотрим. Во всех подробностях. Завтра будет солнце. Сейчас видно плохо. Доехали на озеро. Но могу вам показать поврежденный бампер. Ну, в принципе, вот он пластик вмятый. Как бы ничего криминального. Я думаю, все выровняется. Даже краска не сошла. Нам предстоит ночевка в снегу рядом с озером. Кто-то будет спать в палатках, кто-то в машинах. Сейчас ищем оптимальное место для остановки. Добрый вечер. Реальные покатушники. Сегодня 21 число. Мы приехали на Курвакёль. Жарим вот такое замечательное мясо. Поджариваем хлебушек вот такой. Лавашек это называется. Еле-еле заехали. Посмотрите, высота снега на 21 сентября. О, колесо. До сантиметров 15-20. Да, смело. И он сыпет. И он насыпет еще к утру больше. Услуги электрика. 8-12-28. 8-12-9. 82-28. В общем, если вы не понимаете, в чем прикол, посмотрите фильм по ссылке. Она сейчас всплывет. Это продолжение одного фильма. Дождь все-таки начался. В помощь электрику натянули вот такой импровизированный навес. Егор! Рекламирую, рекламирую электрика. 8-9-28. 8-12-28. Месяца три назад решил я себе поменять машину. У меня была Хонда Аккорд. На ней я особо никуда выехать не мог. И хотел купить себе паркетник. И все, выбирал, выбирал. У меня когда-то был Туксон. Но почему-то я решил купить себе Дастер. Но на самом деле причина тому есть одна очень важная. Я насмотрел всяких фильмов одного мужчины, который ездит по всяким озерам, местам красиво. Долго смотрел эти фильмы. Все это одного пересмотрел, от начала и до конца. Прям чуть ли не цитировать могу. И в итоге принял решение купить Рену Дастер. Андрей Каспер, спасибо. Это благодаря тебе. Красавец. Но я тебе больше скажу. Честно говоря, не ожидал. С этого началась вообще интересная история. Потому что моя жизнь сводилась к тому, что я живу в Краснодаре, в квартире, никуда не ездил, ничего не видел. А начиная с 29 июля уже сколько было выходных, я ни одни выходные не провел дома. Я каждый выходной где-то. Мы наконец-то встретились, познакомились. Андрей, благодаря тебе купил я Дастер. Наконец-то я тебя встретил. Спасибо тебе еще раз. Спасибо. Мне... Согласен. Я очень этому рад. Да. Мне очень многие писали, что вот мы купили Дастер из-за тебя, мы посмотрели твои фильмы, почитали твои отчеты, мы купили Дастер. Недавно, буквально неделю назад, человек написал, я купил Дастер себе и сыну. Два Дастера купил. Из-за меня. Вот. И теперь я встретил человека вживую уже. Не просто по отчету, а вот живую тебя. Так что я рад. Я выбирал из нескольких вариантов, ну, как бы, как... Что можно сейчас выбрать, да? Там, Спортедж какой-нибудь, там, Туксон, к примеру. Там, или Кредл, например. Но с учетом стоимости автомобиля, с учетом его возможностей, с учетом того, что... Благодаря тебе я о нем узнал. Блин, я бы сделал вывод, чтобы машина крутая. Ну, это заметил, что сюда бы там всякие Спортеджи и Туксоны не поднялись бы ни разу бы. Да, они даже не пытаются. Да. Это без шансов просто. Без вариантов. А на Хурлоккель, дастер, дастер. Я вообще очень благодарен этой... Вот, я тебе честно, Андрей, скажу, я тебе благодарен лично за то, что ты снял эти фильмы, за то, что я их посмотрел. И благодаря этим фильмам я, во-первых, купил себе такую прикольную машину, а во-вторых, я попал в такую классную компанию. Я столько людей и знакомых завел с собой благодаря этому. Это, ну, это не передать словами. Это просто сотни людей уже, реально крутых вообще, вот таких людей. Спасибо огромное. Сегодня мы отлично провели день. Ну, а завтра нас ждали новые приключения. Чтобы их не пропустить, жмите колокольчик для получения обедомлений о выходе новых фильмов. Ну, а если вам понравился этот, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делайте репосты, пишите ваши вопросы и комментарии. Буду рад с вами пообщаться. Также смотрите другие интересные фильмы о наших путешествиях и покатушках. До новых встреч на канале. С вами был Андрей Каспер.